где мы где мы где мы где мы куда нас опять занесло куда моргин если ты не по своей воле мы сейчас находимся в районе села копал дальше посещаем село арасан а в селе арасан мы взяли как это путевки да где ты взяла там на базаре по моему то есть путевки в самый крутой оздоровительный санаторий вообще в ссср когда-то он был самым крутым и сейчас он очень крут скоро посмотрим в общем мы едем в заброшку первое место куда вы приехали это источник шимбулак да ничего общего с горнолыжи корр там тут конечно нет хотя наверно есть природа все облагорожено красивая беседка вот надо сейчас где-то спуститься где-то тут спуск должен быть где спуск давай показывай а ну вот и шимбулак это источник ну судя по облагораживанию а тут думал что-то будет прям этом сверхестественное и личное да а тут просто труба с нее течет вода удара чистая но это родник да да это родник барс просто огонь только ради него надо посетить это место красивый да 800 летние это не его это его а вот мы нашли еще одну 700 летнюю его очередную ого ничего себе как будто из двух частей состоит не спешу что вообще корневище может быть даже одно да вот это красиво красиво но мы двигаемся дальше сейчас нас ждет поселок да именно село капал когда заехали в село капал повернули налево по основной дороге и удвидели вдоль дороги вот такую отмечать красивую явно старинную стиль очень похож на татарский татарскую мечеть не знаю сколько лет но она действительно красиво какие-то надписи были вот тут сбоку может быть улица обозначала в заброшенном состоянии сейчас покажу что там внутри надеюсь было видно сейчас продолжим свой путь но здание чувствуется с историей явно есть историю вообще это был город капал он был организован или как основан за семь лет то есть он на семь лет старше чем город верный раньше тут проходил шелковый путь очень процветающее было вот очень процветающий был город сейчас статус города потерял сейчас это село ну вот все да 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 если вы почитаете историю тут семянкин шанский был и еще кто-то много народу было и все описывали это место довольно интересно самое странное почему это как-то не охраняется юнеско сколько этой мечети лет даже не знаю здесь развалины а сюда развалины а здесь еще на территории была старая церковь но она по ходу вообще не сохранилась и вот напротив мечети мы обнаружили вот такие развалины обалдеть внутри видно древесину и как из камней это делалось это это стена да вот тут древесина вот древесина вообще классно смотрится я посмотрим что там внутри ну да помойка организованная уже вау вон смотри с той стороны кладка дальше он еще продолжается видно древесина где было это проходы были да вообще на самом деле действительно круто там фундамент я не знаю сколько метров и это все из камня красиво а вот это из глины ну конечно под влиянием дождей ветров и человека человека это все разрушилось ну красиво непонятно какой это год век красиво вы посмотрите даже видно вот брус как он тут лежал и вот этого здания которые еще уцелела более-менее петли огромные как будто были какие-то ворота или что история прикасываться к этой истории это конечно очень здорово но плохо что никому это ничего не нужно а потом будут ныть и писать что нифига ничего в казахстане не осталось исторического вот это место мы хотели тут тоже посетить в селе копал это там шимбулак это источник там там шимбулак не не там шимбулак а название там шимбулак это знаменитый очень знаменитый источник и сейчас я покажу почему знаменит оформлено очень хорошо беседочки беседочки до мусора довольно много но к этому как и говорил уже наверно привыкнуть бороться с этим невозможно он там олени красивые и вот начинается спуск туда я люблю такие спуски вниз это предвещает что-то очень интересное и необычное сам прикол то что это прямо находится в городе городе отмечайте мы просто повернули на право да да и руль на право и тут вот такая вот штуковина это типа водопада в степи ну круче осень это просто и не это великолепно как она украсила это место так красиво ну что сейчас подойдем к этому уникальному источнику говорят это что-то вообще суперская сейчас мы посмотрим но то что вижу это вообще класс и сейчас вы это увидите это не передать словами но стена плачет холодной водой это стекает все вниз и утекает туда вся стена плачет да вот это вот вся стена вот 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 и туда это даже стена все как будто слезах класс ну-ка водичка какая вау водичка просто холодненькая классная вода идет как будто прямо из середины вот делать каменистая больше порода прям сочится оттуда наверное летом можно покупаться вода-то классная чистая прозрачная вау я слазила туда наверх там есть тропинка и там нет реки но если вы подумали вдруг а там сверху река и она сочится и здесь проходит нет там просто степь самое что интересное здесь очень мало туристов их нет так что приезжайте потому что на камеру я думаю это будет не то по-настоящему это реально классные эмоции и такого я еще точно не видела наш казахстан это просто нечто очень красивое место обязательно для посещения наверно входит опять наш топчик топчик от элементарного трио у нас по-моему все места в этом топчика у нас плохих плохих еще не было потрясающие эти места и они малоизвестны вот вы кто-нибудь знал что здесь есть такое место и и так и и и мы въехали глаз что самое интересное от поселка попал поселка раз он идеальная дорога просто восхитительная красивая дорога а так мы въехали в санаторий мы сейчас едем вообще по-моему по прогулочные по главной аллее мы едем на машине по главной аллее где корпус глава я хочу корпус вот он давно мы не были в запрошках но это здесь это санаторий прям заброшенный сейчас едем по тем аллеям где ходили там не так давно вид вообще классный это всем заброшкам заброшка да вот это здание смотри обалдеть красота это просто нечто осень этому месту идет мы как бибу гостик сразу к фойе центральному входу да наверное там центральный вход вот мы наверно сюда и как раз подъедем так доставай наши путевки надо заселяться я не помню номера там указано нет или на ресепшен от зайти пошли смотреть и вот мы поднялись на первый этаж узор красивый узор это выход на ту сторону да получается тут огромный санаторий обалдеть нам надо будет пройти по всем этим зданиям этот санаторий кардинально отличается от где он там до каракастэк в каракастэке он такой ну видно как будто он не начат и что это с не начали в нем жить а тут тут видно что есть у него история а лестницы вынесли тут были лестницы чтобы можно было подняться выше вы короче все это было вынесено уже березки просто огонь вау отсюда вообще вид классный он реально огромный здание огромный сколько могло проживать людей это все на мираже да и вон корпус продолжается и вот мы уже на третьем этаже прикольно да так это уже перегородки это номерные интересы да вот номер номер стандарт 2 спалка телевизор был наверно тут и вот выходишь тут и тут такой лес красивый номер получается зеркальный ну или как там дверь там дверь перегородка тонкая все наверно слышно было как люди лечились да прям лечение было слышно блин ну зачем лестницу убрали я хочу наверх вот это получается центральный вход вот этот центральный двор вот это возможно столовая о бар 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 там это еще скорее всего бар это было здесь судя по роспаси стены бар здесь явно нашли столовую класс вытяжка есть вот такой рисунок интересный аутентичный да да вот это все это узор узор на нет или когда а вот это это святая кухня ну-ка где там наша кухонка вот тут походу приходили с раз с разносом да это была раздача здесь была раздача точно вот тут все все происходило все готовилось подвал классный а это второй этаж вот тут что ли все готовили получается а там продолжение то есть они передавали сюда так нашли тарелочку все написано выше общепит 71 71 интересно это год или порядок то что у нас это все была кухня скорее всего потому что все в плитке а вот и оформление такое то есть этот рисунок сохранился классно на входе рисунки вообще да прям проникаешь вот в эту атмосферу таки были огромные панорамные окна стояли красивые столики застелены в белой скатерти сидели много уже на люди какая красота все было в лепнине на полу был мрамор и все это уничтожили в говно и вот мы попали на чердак помещения то которое вы видели оттуда на ходу прям на крышу попасть вид вообще классно вау вот это длинный коридор мы на балконе да классно как отдыхается и мы нашли лечебный корпус судя по всему потому что на входе во первых все отделано плиткой раз находила такой фонтанчик с водой судя по всему был должен было попить целебной копальтской воды так и тут процедурный кабинет и кстати как я и думал что лечебный корпус должен с обычным корпусом как-то сочетаться до соединяться вон корпус соединение есть в лечебной корпусе но особо ничего интересного не нашли все уже вынесено до нас плитка одесса напоминает что тут что-то происходило ну корпусе сильно большой сейчас еще зайдем несколько интересных помещений и поедем искать новые интересные места и вот в лесу мы нашли вот такое здание не знаю для чего оно служило но оно кардинально отличается от того корпуса артистатура исполнения того корпуса здесь смотрите арочные окна оно тоже было же на все такое из кирпича и у него было несколько цветов последний это розовый ну пошли посмотрим что это за здание оно действительно красивое может какая-то тоже столовая но какая-то она суперская вип что ли смотрится просто отлично просто замечательно смотрится все мы нашли источник пахнет сероводородом вот это да мы нашли источник наконец-то мы нашли источник ну воняет тут пришла пора трогать воду горячая на холодная приятная мягкая жесткая и как вы думаете кто будет жертва кто я такая же не кипяток да тут прям источник рекомендуем да это место прям завораживает всем любителям такой вот инфраструктуры сюда и тут еще есть горячий источник кстати руки мягкие после него приятно а еще что очень интересно по дороге столько интересных мест это же здорово можно сразу одним махом красота красота а вот это более современный санаторий капала росан кстати завершил на работу по моему несколько лет назад всего из-за нерентабельности но говорят тут можно сейчас снять даже номера ну что то я не знаю на территорию не пускают тут охрана то есть тот старый сссеровский а это более новый красивый вид вход посторонним строго запрещен а 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok